Для того, чтобы мы нашли любовь, часть нас должна умереть. Почему нам нужно умереть, чтобы найти любовь или часть себя? Потому что все, что не является любовью в нас, должно умереть. Разница между знанием пути и его прохождением заключается в том, что мы хотим научить людей в нашей работе. Понимать, как управлять своей энергией и вниманием. Когда вы чувствуете любовь, которая, к слову, просто слово, и у каждого свой опыт этого чувства, вы чувствуете себя более цельными. И когда вы чувствуете себя цельными, вы хотите меньше. Настоящая любовь отличается от эгоизма, вы становитесь более бескорыстными. Когда вы находитесь в своем сердце, вы склонны к щедрости, заботе, присутствию, благодарности и доброте. Это сознание центра, творческого центра, объединение противоположностей, начало нашего божественного единства. Нельзя недооценить значение этого центра. Если вы проанализируете, сколько времени в день вы чувствуете любовь, и сколько времени вы чувствуете другие эмоции, такие как обиду, нетерпимость, раздражение, суждение или ревность, любые из этих эмоций, которые противоположны любви. Страх не является противоположностью любви, это разделение от любви, так же как боль и страдания. Гнев, ненависть, враждебность и насилие не являются противоположностью любви, это разделение от нее. Если вы живете в режиме выживания, что вызывает стресс, и вырабатывает смесь химических веществ и гормонов, заставляющих вас чувствовать что-то отличное от любви, то оказывается, большую часть времени люди чувствуют что-то иное. Не любовь. Имея практику в чем-то, вы становитесь в этом лучше. Также и эти эмоции порождают определенные человеческие поведения, которые в основном универсальны и заставляют нас мыслить очень предсказуемым образом. Разрыв с любовью из-за прошлого события или травмы заставляет людей смотреть на свою жизнь сквозь другую призму, не через призму любви. Нужно научиться переключаться и прекратить чувствовать эти эмоции выживания, потому что режим выживания – это не время для творчества, общения, обучения, сотрудничества или мирного сосуществования. Это время для бегства, борьбы или пряток. Когда вы находитесь в состоянии выживания, вы очень эгоистичны, считаете себя важным, преувеличиваете свое значение, полны саможаления, все крутится вокруг «я». Это означает, что когда «я» в порядке и счастлив, тогда все остальные могут быть счастливы, и поэтому, находясь в состоянии выживания и испытывая эти эмоции, мы делаем все возможное, чтобы избавиться от этого чувства. Таким образом, если вы находитесь в таком состоянии, когда вы в режиме выживания, и это не время для творчества, любви, открытия своего сердца или обучения, вы находитесь в уязвимом положении во многих отношениях. В отношениях с коллегами, родственниками, семьей и партнером возникает фундаментальный вопрос, что бы сделала любовь в этих отношениях. Я считаю, что это действительно важный вопрос. У нас разные отношения с разными людьми, и поскольку у нас был свой опыт с ними, и у нас есть нейронные цепи в памяти, которые позволяют нам связываться с этими людьми. Фактически, я вижу тебя, основываясь на моей памяти о тебе. Я составляю свое представление о человеке на основе моих воспоминаний о нем. Я не вижу тебя таким, какой ты есть, я вижу тебя таким, каков я. Таким образом, мой мозг видит только то, что он способен увидеть в соответствии со своим опытом. Исходя из моего опыта, я положительно оцениваю тебя. Ты замечательный парень, мы ладим друг с другом, у нас много общего. И когда я взаимодействую с тобой, это вызывает у меня привязанность к тебе, потому что ты классный парень, мы проводим время вместе и у нас интересные разговоры. И когда я вижу тебя, возникает чувство любви, энергия, связь, товарищество, какой-то вид объединения. Здоровые отношения сохраняются, пока мы уважаем друг друга. И это способствует благоприятным результатам. Если у вас есть отношения с бывшим партнером или с кем-то, кто вас предал, у вас есть другие воспоминания о них, основанные на вашем опыте, что вызывает другие чувства. Чем сильнее эмоции, которые вы испытываете по отношению к этому человеку, тем больше вы обращаете на него внимания. И то, куда вы направляете свое внимание, туда вы направляете свою энергию. Таким образом, вы передаете свою силу на изменение этого человека или обстоятельства, и совершенно возможно, что ваша реальность остается неизменной, потому что ваша энергия остается прежней, и вы фактически способствуете тому, чтобы эта реальность оставалась той же, что и раньше. Если человек пережил некоторые трудности в прошлом, а у каждого своя история, то когда он закончит эту историю? Но сейчас уже новое время, новая возможность для изменений. Если вы хотите что-то изменить, то сделайте это сейчас. Если вы чувствуете, что не в своей лучшей форме и склонны критиковать кого-то или что-то, то лучше на некоторое время отойти в сторону. Вернитесь к себе. Представьте себя в лучшем свете. Если вам нужно зеркало или отражение, чтобы понять, что происходит, задайте себе вопрос. Что я упускаю? Иногда люди не видят своего истинного «я», и важно иметь открытый разговор, когда вас приглашают. Если вас не приглашают высказать свое мнение, возможно, лучше промолчать. Часто люди говорят, что хотят любви, но на самом деле они ищут счастья. Мы практикуем медитацию, чтобы привлечь любовь в нашу жизнь. Это может быть любовь в отношениях с близкими, с родителями, с друзьями или со значимым человеком. Ваше мышление и ваши чувства создают электромагнитную сигнатуру, которая влияет на каждый атом вашей жизни. Ваши мысли отправляют сигнал, а ваши чувства создают магнитное поле, которое притягивает события обратно к вам. Если вы находитесь в состоянии гнева, враждебности, осуждения или страха, и хотите любви и отношений, вам может не хватать той магнитной силы, которая привлекла бы это к вам. Если вы утверждаете, что ваше состояние или ваши мысли обусловлены другим человеком или обстоятельствами, то, по сути, это означает, что вы даете этим людям или обстоятельствам контроль над вашими эмоциями и мыслями. Все, что управляет тем, что мы чувствуем и как мы думаем, делает нас жертвами. Большинство людей бессознательно реагируют на условия окружающей среды, испытывая эмоции, вызванные стрессовыми гормонами. Эти эмоции могут заставить нас чувствовать себя оторванными от своих мечт и усиливают наши чувства. Несмотря на то, что угрозы или опасности для нас нет, но если мы не осознаем эти эмоции, то они переводят нас в аварийный режим. Мы можем направить позитивные мысли в поле, чтобы создать желаемые отношения и визуализировать желаемый результат. Однако, если вы не возвращаете этот опыт к себе из-за того, что ваша реакция на окружающую среду ослабляет ваш организм, это ослабление реакции делает вас более уязвимыми перед внешними условиями, будь то большие или маленькие, включая микроорганизмы. Поэтому, если вы ищете настоящие отношения, основанные на концепции любви, давайте обсудим это, так как мы уделяем этому много внимания в нашей работе. Если бы вы научились заменять ежедневные эмоции выживания на более возвышенные эмоции и практиковали открытие своего сердца, это стало бы навыком, который проявляется в моменты, когда вы уходите от выживания. Некоторые люди могут сказать «Я не могу открыть свое сердце, я не могу чувствовать любовь», и я отвечаю им. Вы практикуете свои чувства, потому что то, что вы практикуете в своих чувствах, вы чувствуете большую часть времени. Это чувство может быть привычным, но вы так привыкли к нему, что даже не осознаете, что это привычка. Вы просто чувствуете так, как чувствуете. Когда вы чувствуете потребность, это совсем другая энергия. Это состояние отличается от состояния притяжения. Вам не хватает, и теперь вы пытаетесь контролировать, принуждать, предсказывать, слишком много анализируете. Именно так люди живут в своих отношениях. Если вы хотите подготовить свой разум и тело к новым отношениям, вам нужно каждый день полностью ощущать любовь. Сигнал, который вы посылаете в поле, может нести мысли о вашем здоровье, богатстве и отношениях. Когда ваше сердце наполняется таким чувством целостности, влюбленности в жизнь и удовлетворения настоящим моментом, вы настолько полны, что притягиваете в свою жизнь человека, энергетически соответствующего вашему образу. Он будет таким же, как и вы, и в то же время будет делать вам комплименты, чтобы вместе стать еще более цельными. Вместо конфликтов в отношениях вы будете обмениваться информацией, подтверждая свою зависимость от определенных эмоций. Есть люди, с которыми мы обсуждаем политику или другие вопросы, и они в ответ жалуются на свою жизнь. Мы используем друг друга, чтобы подтвердить наши убеждения или эмоциональные установки. Эмоции представляют собой энергию, а энергия содержит информацию о частоте и областях частот. Поэтому мы разделяем одну и ту же энергию и информацию. Это типичное поведение людей, но в настоящих любовных отношениях, когда вы находитесь по-настоящему в своем сердце. Возникает вопрос, что бы любовь сделала в этой ситуации? Когда твое сердце открыто, ты больше не думаешь только о себе, а о том, как замечательно ты себя чувствуешь в присутствии другого человека. Ты чувствуешь себя еще более удивительно, но и без этого человека ты все равно цел. Теперь ты больше не нуждаешься в нем или в чем-то еще. Когда мы встречаемся, наши энергии сливаются, и амплитуда становится выше, энергия усиливается. Я имею в виду, что я целиком и полностью во всех семи энергетических центрах тела, они выстраиваются в линию. Мы здесь, в наших телах, чтобы насладиться этим. Исходя из любви, твое сердце настолько открыто, что ты не можешь чувствовать ничего, кроме как удовлетворения самим собой, своей жизнью и всем, что у тебя есть. Ты хочешь, чтобы другие люди тоже чувствовали себя так же. Когда ты говоришь «возьми это» и даришь, ты стимулируешь выделение большего количества окситоцина, оксида азота и других химических веществ, которые заставляют сердце биться еще сильнее. В результате твоя иммунная система становится сильнее, тело начинает чувствовать себя лучше, появляется больше энергии, и между двумя людьми, сливающимися в целостность, происходит конструктивное взаимодействие. Теперь нет больше зависимости, отсутствия, разделения или нужды. Это совершенно другая игра. Люди заботятся, воспитывают, растут и развиваются не из-за обязательств или потому, что они женаты, а просто потому, что они не могут не делать этого в данный момент. Так вот, человек осознает, что в основе своей он не изменился с момента того события. Он по-прежнему испытывает ту же эмоцию, что и 20 лет назад, и каким-то образом его личность осталась в прошлом. Теперь этому человеку нужно преодолеть это эмоциональное состояние. Он сидит в медитации, и это становится частью его личности, потому что медитация помогает преодолеть себя. И вот он сидит там и внезапно начинает чувствовать раздражение, гнев и обиду к своему бывшему партнеру. У него есть два выбора. Погрузиться полностью в этот водоворот эмоций на следующий час и посмотреть, как это все закончится, или задать себе вопрос, является ли это любящим поведением по отношению ко мне. Правильно и разумно ли это? Единственный человек, кто пострадает от этого, это я. Это любящее по отношению ко мне поведение или нет? Хорошо. Если я могу в своей медитации сказать себе, это не является для меня проявлением любви. Я знаю, что это неправильно, хотя мне хочется доказать, что он или она неправы. Я просто буду работать над тем, чтобы успокоить свое тело после этого эмоционального состояния. Если я успешно контролирую свои эмоции и больше не позволяю своему телу испытывать это чувство, я переключаю те мысли, чувства и образы, которые вызывают это эмоциональное состояние, нарушая этот условный рефлекс. Если мне удается снизить интенсивность этого эмоционального состояния, я отвлекаю свое внимание от этого человека или проблемы, что означает, что я возвращаю свою силу, потому что я начинаю привлекать свою энергию, строить свое собственное поле. Я больше не передаю им свою силу для изменений на энергетическом уровне, я больше не уделяю им свое внимание и энергию. Если я преодолеваю это эмоциональное состояние, я отвлекаю свое внимание от этого человека и начинаю строить свое собственное электромагнитное поле. Теперь у меня есть энергия для творчества, для исцеления, для нового будущего. И когда вы снижаете интенсивность этого эмоционального состояния и отводите внимание от этого человека, то это является проявлением прощения, потому что если вы больше не чувствуете это эмоциональное состояние, то вы больше не обращаете внимания на этого человека, и ваша жизнь действительно меняется. Вы больше никогда не будете удерживать это чувство. Если вы хотите отношений и любви, а большую часть дня живете в страхе, то вы думаете, что можете привлечь любовь. Вы должны быть способны почувствовать это чувство, а не страх. Когда вы достигаете этой точки, где вы заслуживаете любви, и это не означает чувство превосходства, что я заслуживаю любовь. И самый трудный момент становится самым важным. Тогда вы становитесь достойным. Вы достойны любви.